Каждый год, 2 августа, они собираются вместе. Приходят с женами, детьми. Одни делятся успехами службы, другие вспоминают свои победы. У каждого своя интересная история. Рядовой ныне в оставке гранатометчик Василий Сачковский служил в Германии в секретной части. Служба в этих войсках, говорит Василий Юрьевич, воспитала в нем настоящего вольно. Но, несмотря на все трудности, радостные моменты вспоминаются до сих пор. Прыжки с тысячи метров и особенно сложные 600. И день, когда в 83-м году их рота впервые смогла официально надеть форму десантников. На протяжении 30 лет однополчане не забывают друг друга поздравить с праздником. Мы все в роте были дружны. И человек 30 моих однополчан, с которыми я общаюсь. Есть фотографии, есть история нашей службы и так далее. Адлежский район стал традиционным местом встречи обладателей голубых беретов. Раньше праздничные мероприятия проходили в концертных залах. В этом году хозяева неба решили собраться в Свято-Троицком храме и поприсутствовать на церковной службе. 2 августа отмечается не только их профессиональный праздник, но и день пророка Ильи, покровителя бесстатистов. Но вместо купаний в фонтанах обошлись омыванием в купели храма. На курорте в силовых органах работают более сотни десантников. Это бойцы МВД, ГИБДД, ОМОНа, спецназа, системы исполнения наказаний и других силовых ведомств. Собраться всем сегодня не удалось. Праздник выпал на рабочий день. Взвод воздушно-десантных войск, но они сейчас в Красной Поляне выполняют свои задачи, поэтому они присоединиться к нами не могут, но мы душой всегда вместе с ними, мы их поддерживаем, мы их всегда помним, тех, кто в данный момент в стропах, и пожелать всем чистого неба и раскрытого купола белого. Помимо поздравлений, по традиции состоялось вручение медалей и благодарственных писем особо отличившимся сотрудникам силовых подразделений. Настоятель храма вручил десантникам иконки с изображением их покровителя, а виновники торжества, в свою очередь, преподнесли в дар чеканку с ликом Иисуса Христа. Завершилось торжественное мероприятие концертом, на котором звучали традиционные военные песни. Я хочу, чтобы наша жизнь продолжалась под маркетским повязанным законом. В Сочи проживает более 10 тысяч человек, прошедших службу подружно-десантных войсков. Традиционно отмечать свой профессиональный праздник, десантники отправляются на места службы. В этом году большинство представителей крылатой выходы решили провести этот день в кругу родственников и близких друзей. Натяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания «ЭФКД». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова